Продолжение следует... ...по решениям e-Link и системам бронирования, а также вместе с нами представитель компании Рэнко, директор по развитию бизнеса Zoom в России Андрей Петренко. Значит, тема нашей встречи – это решение Zoom от персональных рабочих мест до больших переговорных. Встреча будет разделена на несколько частей. Вначале будут выступления докладчиков, которые будут посвящены решениям Zoom, это Андрей Петренко. Потом коллеги расскажут о терминальных решениях до переговорных комнат и до рабочих мест компании E-Link и Кьюбик. Потом будет демонстрация решений, ну и в конце сессия вопросов-ответов. Прежде чем передать слово Андрею, я еще две минуты уделю вашего внимания. Несколько слов о компании IP-MATIC, которую вы давно уже знаете, но тем не менее там некоторые новости я хотел бы обновить. Нам уже более 15 лет компании, и все эти годы компания уверенно растет. Не было в нашем опыте периодов, когда компания как-то неуспешно себя чувствовала на рынке. То есть мы всегда прирастаем, прирастаем как в наших решениях, так и в наших партнерах. Ну вот, какие были изменения за последние годы? Вы знаете, что в прошлом году мы открыли офис в Казани, вот в этом году, в начале этого года мы открыли еще один офис в Ростове-на-Дону. Вот это региональное присутствие компании IP-MATIC изменений. Значит, по нашим брендам, вы знаете, что у нас такой портфель решений, он оптимизированный. Вот мы добавили в 2019 году бренд ITC, бренд по конгресс-системам. В конце прошлого года, в четвертом квартале, вот в нашем портфеле добавился бренд Кьюбик, о решениях которого мы сегодня, в частности, и поговорим. Значит, что еще, какие изменения, я хочу сказать. Ну, как вы знаете, вот все вендоры, с которыми мы работаем, мы являемся для этих вендоров в России либо там единственным дистрибьютором, либо стратегическим дистрибьютором. Ну вот, в частности, опять же, возвращаясь к компании Кьюбик, мы являемся единственным дистрибьютором этой компании в России. И по Ялинку, по решениям именно линейки Ялинка, по решениям для переговорных комп Зум, мы также являемся эксклюзивным дистрибьютором по этим решениям в России. На что еще хочу обратить внимание наших партнеров, то, что мы даем нашим партнерам, где мы помогаем и где мы помогаем экономить деньги. Ну, все пункты перечислять однозначно не буду, хочу обратить внимание на пару моментов. Как вы знаете, мы всегда нашим партнерам помогаем знакомиться с новыми продуктами, которые выходят, поддерживать в актуальном состоянии информацию о новых продуктах, о старых продуктах, помогаем в подготовке проектных решений. Вы знаете, что вы часто пользуетесь ресурсами нашей компании для того, чтобы правильно подготовить проект. Мы помогаем демооборудованием, которое находится на наших складах, предоставляем нашим партнерам, поэтому, соответственно, даем возможность не закупать вам демооборудование на склад, если оно там, допустим, какие-то модели нечасто требуется для передачи клиенту. Ну, и, конечно, большим подспорьем является тот демо-зал, который мы организовали в Москве, из которого, кстати, сегодня будет проходить вся наша с вами встреча. В этом демо-зале представлены решения на сегодняшний момент уже как минимум четырех вендоров. Это и Ялинк, это ITC, это решение Кьюби, которые появились у нас в начале этого года в демо-зале, и программные продукты по бронированию. На этом мое краткое вступление я заканчиваю и передаю слово первому нашему выступающему, это директору по развитию бизнеса Zoom в России Андрею Петренко. Коллеги, здравствуйте, надеюсь, меня слышно. Рад всех поприветствовать, поблагодарить организаторов за организацию встречи. То, как это правильно сказать, тонкий троллинг компании Zoom у нас в частности. В моей практике я первый раз рассказываю про Zoom на какой-то другой платформе, отличной от Zoom. Соответственно, троллинг оценили, ну и по пути оценили качество платформы и легкость подключения. Как правильно сказали, меня зовут Андрей Петренко. Соответственно, моя должность в компании, я занимаюсь развитием бизнеса. Представляю компанию RightConf. Ну, соответственно, RightConf партнер Zoom на территории России и странах СНГ. Что такое Zoom и чем он отличается? Те, кто сталкивались с Zoom, наверняка обратили внимание, что Zoom, как платформа, обрадает удивительной легкостью использования. И это доказывается, прежде всего, количеством трафика, который пробегает через платформу. Многие наши клиенты, условно говоря, проводят сотни миллионов минут в сети Zoom. То есть, это говорит о том, что платформа легка в использовании для пользователя, она может обслужить большующее количество трафика. И многие партнеры, соответственно, и клиенты наши полагаются на Zoom как единую платформу коммуникаций. Соответственно, почему появился Zoom и успех Zoom, с чем связан? Ну, он связан, прежде всего, с тем, что, вы, наверное, все заметили, пандемия, удаленные рабочие места. Многие на работу не ходят, а многие даже дальше не думают ходить. Соответственно, это некий верт, то, что позволяет сделать Zoom, он позволяет как-то облегчить, унифицировать все коммуникации, которые проходят внутри той или иной организации, как таковой. Пару слов про Zoom, откуда у него вообще ноги растут, потому что формально, конечно, сейчас он всем известен. Соответственно, Zoom, как компания, она построена вокруг единственной личности, бессменный генеральный директор Эрик Ивань. Соответственно, когда-то я работал в компании CISCO, занимался WebEx, соответственно, мы с ним знакомы еще с тех времен. Соответственно, он был бессменным, условно, генератором идеи и построителем компании WebEx. В тот момент, когда WebEx решил пойти в другую сторону, соответственно, Эрик ушел, сделал свою компанию, назвал ее Zoom. Это было бы в 2011 году. В 2014 году они начали, соответственно, первые продажи. Ну и сейчас они стали те, кем они стали. Соответственно, основная идея, которая происходит в том, что Эрик, как бессменный генератор идей, как это должно работать, построил некий идеальный механизм, который работает поверх всей планеты. И вы можете совершенно свободно там общаться, находясь неважно где. То есть многие наши сотрудники там работают с нами из Азии, Америки, Европы и так далее. Вся внутренняя коммуникация, в том числе и наши компании, исключительно построена 100% на Zoom. Второй момент, который тоже Zoom вызывает здесь. Я эти вещи проскочу. Наверняка каждый из вас в той или иной мере, кто уже попробовал Zoom, с этим сталкивается. У Zoom уникальная клиентская база по тому, насколько они лояльны. Это значит, что компания и организации, и частные лица, которые платят какие-то деньги за Zoom, очень сильно довольны. То есть что значит довольны? То есть те деньги и то качество, за которое они заплатили, это лучшее в индустрии то, что есть на текущий момент. Что из себя вообще представляет сама платформа Zoom? Прежде всего, это чат. То, что мы как пользователи с вами видим, на самом деле это некая кросс-проформенная сигнализация, которая провязывает весь Zoom и заединяет их вместе. Второе, два основных продукта, которые продаются Zoom, это так называемые митинги или совещания и вебинары. Некий аналог того, в чем мы присутствуем на текущий момент. Соответственно, это разный стиль общения, митинги, это больше похоже на коммуникации внутри каких-то групп, вебинары. Это такие условно-публичные мероприятия, которые проходят у нас сейчас с вами. Но на этом платформе не ограничивается. Кроме всего, у платформы есть возможность подключения при помощи SIP-H323 коллекторов, то есть возможность интегрировать те аудио-видео терминалы, которые, возможно, вы уже купили. Или у вас весь в организации вы планируете купить по той или иной причине. Также есть продукт, который называется Zoom Room. Это некая идеологическая замена классическим видеотерминалам. И последний продукт, который сейчас набирает громаднейшие обороты, это возможность API-интеграции Zoom либо в свою платформу, либо в третьесторонней платформе. В качестве примера есть громаднейшее количество интеграций Zoom с CRM-системами, такими как Salesforce, Zoho. Bittrex, кстати, точно так же интегрирован. Это в качестве примера. Кроме всего прочего, есть LMS-системы интегрированные, есть многосторонние продукты, которые занимаются транскриптом и многими-многими другими, я бы сказал, вспомогательными вещами. Соответственно, API тоже есть, и это одна из историй, которая присутствует. Дальше. За счет чего Zoom так популярен, и за счет чего Zoom, ну, скажем так, набрал обороты. Для нас, как пользователей, Zoom — это некая программа, которая стоит у нас на компьютере и позволяет нам общаться с другими направлениями. Общаться, подключаться по телефону, с видеотерминалом и так далее. На самом деле, условно говоря, в бэкбоне этого решения стоит громаднейшая сеть. То есть то, что вы сейчас видите, это сеть образца 2018 года. С того момента она очень сильно изменилась, что называется, и приросла. То есть, если обратите внимание, соответственно, каждый из точек светящихся — это дата-центр. Минимум на 10 тысяч, соответственно, машина. Ну, то есть это очень большие емкости, вычислительные стоящие. Серые — это те, которые Zoom планировал к введению в 2018 году. То есть вы там видите, вот, к примеру, Франкфурт, Южная Африка, Токио. Это то, что планировалось к внедрению. Сейчас это все запущено. Более того, это расширено. Появились дата-центры в Ирландии, появились дата-центры во Франкфурте, в Париже. И Zoom сейчас очень активно развивается не только поверх Амазона, но также поверх дата-центов Оракла, Микрософта и так далее. То есть это громаднейшая виртуальная сеть с очень большим количеством вычислительных ресурсов, которые вынесены в сторону конечных пользователей. И, соответственно, эти дата-центры непосредственно и отслуживают ваш трафик. Ну, и теперь обращаясь к, условно говоря, что стоит в бэкбоне у Zoom. Теперь по поводу того, как мы, как пользователи, воспринимаем звук. Значит, какие продукты есть, в чем они заключаются, в чем их преимущества. Ну, прежде всего, это митинги, они же совещания. Они позволяют разогнаться до тысячи одновременных подключений. То есть в любой митинг может зайти до тысячи участников общаться. Каждый будет слышать друг друга. Можно шарить какие-то экраны, можно уже нескольким человеком шарить экраны. Можно шарить не одну камеру, а две камеры. Можно использовать хромакей. Вот эти вот все возможности, они интегрированы в митинг и позволяют, соответственно, пользователям достаточно прозрачно общаться со всем миром. И, как я сказал, тут основная фишка за счет вот этой сети, которую я вам показывал. Соответственно, неважно, где вы географически находитесь, Zoom к вам как платформа гарантирует, что если у вас есть хоть какой-то интернет, хотя бы тот же самый, я не знаю, очень старенький 3G с очень плохой пропускательностью, то хотя бы вас услышат, и вы будете слышать всех отлично и хорошо. Соответственно, тот продукт, который мы как пользователи видим, как Instant Messaging, он же чат. На самом деле у Zoom это не просто чат, это на самом деле глобальная сигнализация, которой провязывает каждого клиента, каждый сервер, который обслуживает единую платформу, авторизацию, управление продуктом. Но, опять-таки, для нас, как пользователей, это выглядит как чат. Мы можем отправлять, мы можем комментировать в этом чате. Вообще, у Zoom очень большая надежда прокачать, условно говоря, свой чат и поднять его до уровня Slack или каких-либо других более известных решений. То есть, Zoom больше всего сейчас инвестирует именно в развитие собственного чата. Дальше, следующий шок — это вебинары. Если вы помните, в самом начале я вам сказал, что митинги разгоняются за тысячу человек. Видео-вебинары теоретически у Zoom разгоняются до ста тысяч человек. Соответственно, я персонально, честно могу сказать, никогда не видел, никогда не участвовал. Но, опять-таки, это лицензия, которая формально присутствует, позиция в пресс-листе, стоит как чем угодно из мост. Но вот продажа, условно говоря, вебинаров на 10 тысяч участников — это такая достаточно обыденная и простая ситуация, которая происходит, не могу сказать, что каждый день, но достаточно часто. Соответственно, вебинары у Zoom — это тоже одно из фангольских решений. Более того, есть достаточно большое количество компаний, которым эта история достаточно, я бы сказал, нравится. Следующий продукт, который есть в ZoomRooms — это как бы некий софтовый клиент от Zoom по оборудованию переговорных комнат. То есть те, кто либо покупал какие-то лицензии, либо ставил бесплатную лицензию на всех компьютерах, обратили внимание, что интерфейс этого клиента, он сильно заточен на том, что это персональный компьютер или ноутбук. Соответственно, вы сидите, управляете им, у вас есть клавиатура мышек и так далее. Когда мы говорим про переговорные комнаты, ситуация несколько меняется. Я бы сказал, кардинально меняется, потому что это групповые терминалы, он требует группового управления. Многих других вещей, вспомогательных, в том числе интеграция в календаре и многие другие вещи. Соответственно, ZoomRoom — это решение по, как бы, можно так сказать, групповой терминал, который, по мнению Zoom, должен устанавливаться в переговорных комнатах. И, соответственно, являться групповым терминалом, неким оборудованием переговорной комнаты, куда вы заходите, нажимаете кнопку и, соответственно, начинаете управление. По поводу терминала более детально, терминал — это то, как бы, Zoom подходит к тому, что все должно быть софтовое. Соответственно, это тоже просто другой клиент, который заточен под групповое управление. В качестве пульта его поступает некое планшетное устройство, оно может быть iOS, iPad. И, соответственно, при помощи него устанавливается ответная часть клиента, и вы можете управлять. Также есть еще один iPad, который, мы же, как шутим, можно прибить на стенку, и он будет являться неким элементом расписания переговорной комнаты. Ну, в зависимости от периферии, которую вы подключите, и компании, которую вы, условно говоря, планируете задействовать, Zoom Room может быть разным, он может быть большим, маленьким. Там самая большая переговорная комната, которая на текущий момент в нашей личной практике была оборудована Zoom Room, это больше 300 квадратных метров, но это, я бы сказал, больше исключений, чем правило, потому что, конечно же, сейчас все перемещаются в сторону оборудования маленьких переговорных комнат, и размещение их в достаточно большом количестве. Еще отдельная история, про которую я вспоминал, она также может быть реализована, это, так сказать, экраны планировщика, то есть, когда у вас есть переговорная комната, у вас всегда возникает вопрос, как же ее легко, условно говоря, можно забронировать, провести встречу, убедиться, что она свободная и несвободная, соответственно, есть решение, когда вы прибиваете iPad на стену, и этот iPad вам отображает, что, к примеру, сегодня переговорка занята в такую-то, а завтра в такое-то время свободное, и этот iPad вам не просто отображает, но вы точно так же можете, соответственно, в любой момент подойти и прямо с него забронировать переговорную комнату. Еще один продукт, который точно так же является частью решения, это продукт, который позволяет вам разбросать экраны по всей компании, условно говоря, если вы большая компания, там 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч сотрудников, вы можете разместить нелицензированное количество, на самом деле, digital signage продуктов, на самом деле это просто экран, к которому подключен компьютер, и туда централизованно выводить некие месседжи, то есть, условно говоря, если у вас есть сотрудники, которые сидят локально, допустим, в зале, и сотрудники занимаются продажами, соответственно, на эти экраны вы можете выводить какие-то планы продаж, выполнение тех или иных объемов, ну, не знаю, то, что вы считаете нужным. И, соответственно, при этом в лобби, куда приходят ваши клиенты, вы можете выводить какой-то месседж, какое-то рекламное предложение и так далее, и, соответственно, централизованно управлять этим контентом, который будет транслироваться по всем этим экранам. Особенность этого, на самом деле, предложение заключается в том, что Zoom фактически не лицензирует этот продукт, а выдает его в качестве комплимента. Ну, и следующий момент, и следующий шаг, который есть, это, соответственно, возможность подключения терминалов CIP H323, интеграция этих терминалов в продукты Zoom. Соответственно, это продукты, которые в том числе поддерживают E-Link, поддерживают поле LifeSize и так далее. Ну, на самом деле, я бы сказал, практически все терминалы, которые вы можете встретить сейчас на рынке. Есть возможность любого терминала дозвониться до конференции Zoom, подключиться, общаться. Более того, этот же терминал можно программно интегрировать на уровне календарей в решении, то есть централизованно выводить подсказки, что на экран телевизора, да, терминала, который у вас подключен. Соответственно, выводить то же самое расписание, одним касанием подключаться в любой митинг, и многие другие интеграционные решения, которые есть. То, о чем мы говорили, это API, причем API Zoom, что называется, достаточно развесистый, он присутствует в многих апостасиях, причем я бы, наверное, разделил, что у Zoom есть не только API, ну, то есть некий программный интерфейс по управлению сети, но также Zoom отдает все свои продукты в виде SDK. Что такое SDK? Это, соответственно, клиент, который поставляется в исходниках, вы можете взять клиента Zoom, не знаю, перекрасть его в цвета своей компании, внести какую-то дополнительную функциональность, интегрировать с каким-то бэкбоном, который вы считаете нужным. Это продукт, который вот сейчас, что называется, после того, как Zoom получил достаточно хорошее распространение, я бы сказал, переживает новое решение, но как бы вздох, да, потому что после того, как Zoom завоевал рынок, все в той или иной мере хотят интегрироваться в Zoom, и это очень хороший вариант, причем это вариант на разных уровнях. То есть по API вы можете дергать, что называется, бэкбонт в сети Zoom и выносить какие-то там свои истории, вы можете, как я и сказал, переделать SDK, переделать клиент для мобильной платформы, можете переделать клиент и, как вариант, перекрасить его для, в том числе, и десктопов. Ну, здесь как бы несколько слов, какие прединтеграции уже сделаны. Здесь, на самом деле, список практически всех часто использованных софтов, которые вы можете встретить в любой корпорации, будь то LTI, LMS, будь то какие-то решения инфраструктурные в виде там AD, ADFS. А это все есть. Ну и дальше там пару слов про безопасность. Если вы наблюдали там, наверное, вы слышали, что в какое-то время начиналось достаточно активное массирование, что Zoom небезопасен. На самом деле, эту музыку кто-то оплачивал. Поверьте мне, я там с прошлого тысячелетия очень активно занимаюсь IT-индустрией и могу сказать, что, ну, на самом деле, наверное, Zoom одно из самых безопасных решений, которые есть на текущий момент на рынке. Он в том числе там совместим с решениями, стандартами телемедицины, федеральных вещей и много-много-много-много с чем они еще совместимы. То есть, если такой вообще high-level overview, Zoom одно из самых безопасных решений. Ну и это еще один слайд, еще одно решение, с которым мы часто сталкиваемся. Zoom решение, все Zoom-овские решения, они покрывают не исключительно, не только тот аспект, когда он позволяет вам удаленно общаться, он также позволяет вам удаленно мониторить и настраивать все свои продукты. То есть, к чему это? То есть, у Zoom одно из решений называется дэшборд. Дэшборд, с одной стороны, это выглядит как некая панель администратора, где каждый администратор, каждая сети может, к примеру, локализовать причины потери качества или удаленно перезагрузить переговорную комнату или поменять настройки переговорной комнаты. Соответственно, скажем так, Zoom, как апологет облачного подхода, позволяет вам, условно говоря, администратору из любой географической точки этой планеты управлять всей инфраструктурой, которая построена на Zoom. Но это не только управлять, но в том числе и локализовывать какие-то проблемы. При помощи дэшборда во всех крупных организациях то, что мы делаем, это мы чиним сети заказчика, потому что та информация, которая предоставляется Zoom, абсолютно достаточна для выявления абсолютно любых технических проблем. Ну, на самом деле, это все. То, что я хотел вам сегодня рассказать, коллеги. Если у вас есть вопросы, наверное, тут вопрос к организатору. Сейчас ответим или под конец снесем. Тут есть несколько вопросов. Соответственно, звонок между клиентом Zoom и Zoom Rooms. Как происходит? Ну, со стороны пользователя просто нажимаем на кнопку и звонит компьютер. Можно точно так же, условно говоря, разместить ссылку в календаре и нажимать на ссылку в календаре. Это со стороны пользователя. Если со стороны сигнализации, ну, как я и сказал, чат используется как общее сигнальное пространство, то есть, соответственно, по чату при помощи XMPP происходит посылка вызова, ну, и два пользователя общаются. То есть, если вопрос, как бы, что обеспечивает прохождение звонков, ну, я бы сказал бы, это чат Zoom плюс RTP потоки, которые открываются. Если возникает вопрос со стороны пользователя, ну, соответственно, абсолютно те же самые интерфейсы. Это либо ссылка, которую вам нужно нажать, либо на, как это правильно сказать, либо вызов, ну, как мы по телефону друг друга, называем. Спасибо за вопрос. На слайде Содерин было указано присутствие ОРФ. Планированно, непланированно. Да, коллеги, в 2018 году Zoom планировал открыть дата-центр в Москве, но в силу некоторых причин, соответственно, эти планы изменились. Я не думаю, что сейчас Zoom решится открывать именно в России, соответственно, дата-центр. То есть, скорее всего, в этот центр не будет. Какое максимальное разрешение у Zoom и какой кодеки используется. Ну, максимальное разрешение публично доступное – это Full HD 1920 на 1080. Соответственно, единственное тут оговорить, что так как дата-центр находится на территории Европы, то Европейский союз операторов связи на время пандемии, соответственно, заставил Zoom и зубоподобные, скажем так, решения уменьшить разрешение видео, потому что сети операторов связи просто не справлялись. Поэтому принудительно прямо на сейчас публичные облака Zoom ограничены разрешением 640 на 360. Если вам нужно Full HD, то единственный вариант, как это сделать, соответственно, можно развернуть собственные сервера, Zoom позволяет это сделать, и тогда по заявке он вам возвращает Full HD, соответственно, в работу. Ну и какие кодеки используются? Zoom формально это не афиширует, но как бы джетельменский набор, клиент-клиент это H.264 и S.V.C., но S.V.C. у Zoom свой, условно говоря. Многие из вас обращали внимание, что, ну вот у меня, когда люди смотрят через плечо, когда мы общаемся, говорят, блин, классно, у тебя HD работает. Это на самом деле не HD, а 640 на 360, но от Zoom. Соответственно, это то, что касается кодеков. Ну а аудиокодеки – это классический опус спиксов в некоторых сценариях. То есть там сложная история переключения, как я работаю. Как можно свои сервера развернуть? Ну, Zoom выдает вам, как бы, образы виртуальных машин, если вы пользуетесь Тайфа, план бизнеса или старше. Соответственно, вы совершенно нормально на этих тарифных планах из своего, собственно, кабинета скачиваете виртуальные машины, разворачиваете себя внутри, они у вас не работают, вы ровгаетесь, прибегаете к нам, мы говорим, ой, ребят, мы за бесплатно вас не поддержим, и дальше у вас начинается боль. К чему я это все веду? С одной стороны, Zoom совершенно бесплатно выдает вам виртуальные машины. На нашей практике, ну, у нас тысячи клиентов на обслуживании, только два клиента смогли запустить их самостоятельно. И здесь, как бы, с одной стороны, это гибкость, хорошая простота, как бы гоняние трафика, не нужно гонять их в далекие Амстердамы или Фа-Франфурды возвращать обратно, а можно до ближайшего дата-центра и обратно гонять трафик. Но, как бы, к этому решению надо подходить очень взвешенно, потому что нужно будет очень многие вещи изучить самостоятельно, либо, что называется, очень много и часто общаться с технической поддержкой либо на платной, либо на бесплатной основе. Другим словом, я бы не рекомендовал заниматься этой историей, если у вас нет понимания, что это вам действительно нужно. Просто это, как бы, проект значительно дорожает. Ну, опять-таки, сами виртуальные машины и возможность он выдает совершенно за бесплатно. Спасибо большое, Андрей, за ваше выступление. И я тогда передаю слово следующему коллеге, Артуру Дусу, вот рядом со мной, он как раз расскажет про терминальные решения, компании Ялинк. Здравствуйте, здравствуйте всем. Как меня уже представили, я мейзер по продукции видеоконференц-связи Ялинк и хотел бы показать вам решения, которые Ялинк предлагает для платформы Zoom. Сейчас на слайде вы видите варианты готовых решений под разные размеры приговорных комнат. Это готовые комплекты, готовые к применению, под типовые варианты, под типовые сценарии. В комплект включены видеокамеры, то есть все необходимое, микрофонные системы, саундбары и включаем мини-пк. То есть это готовый комплект, который находится в одной коробке и готов к применению. Для того, чтобы запустить его в использовании, нужно установить его в переговорной комнате, подключить к интернету и, соответственно, приобрести тарифы Zoom, лицензию Zoom Rooms и начать пользоваться все просто. Здесь же слева вы видите еще персональный блок персональных решений. Здесь эти решения как бы специально не привязаны к Zoom. То есть используется стандартная USB-периферия, которая работает с любым компьютером, с любой платформой. Но можно использовать в том числе и для персонального применения с платформы Zoom. Здесь никаких ограничений нет. И внизу вы видите новую линейку, новую перспективную линейку, которая у нас выйдет во второй половине года. Это митинг-бары, серия терминалов митинг-бар от 20 и от 30. Они отличаются от вышеприведенных тем, что для них мини-пк не требуется, потому что у них внутри уже есть встроенный процессор, на котором, соответственно, и крутится приложение Zoom Rooms. Предлагаю сейчас рассмотреть наиболее характерные варианты. Вы были подробно. Для больших переговорных комнат мы предлагаем решение на базе дальнобойных видеокамер, чтобы даже самого дальнего участника было видно в хорошем портретном ракурсе. В качестве микрофонных систем используется VCM-34. Как вы видите, в комплекты входят 3 штуки, но их можно дополнительно расширить до 6-8 штук и использовать различные конфигурации под разные конференц-столы, то есть конференц-столы тоже могут быть разные конфигурации, как правило, под разную архитектуру. В комплект входит также саундбар, спикер 2, который ставится, как правило, в районе экранной зоны и управляет это все планшетом, сенсорным планшетом. Видите, его прямо на экране. Для комнат поменьше мы также наряду с дальнобойными камерами и 84-ми предлагаем также интегрированные устройства, которые объединяют в частности, вот SCP-960, он объединяет в себе микрофонный массив, динамик и сенсорную панель управления, с которой как раз и Zoom Room все управляет. Ну, это видите на схеме внизу конференц-телефон ставится в центре стола и в радиусе 6 метров он обеспечивает звук для всех участников. Плюс дополнительно к нему можно получить беспроводные микрофоны. Их удобно перемещать, то есть без ограничения по переговорной комнате, то есть вот в частности, как показано на схеме, один можно поставить докладчику и второй можно поставить во второй ряд участников. Ну, для небольших переговорных комнат здесь дальнобойность камер особого значения не имеет и здесь приобретает значение широкоугольность камеры, потому что помещения маленькие и не все участники могут попасть в кадр. Чтобы они все попали, естественно, камера должна иметь широкий угол. Поэтому мы здесь предлагаем решение на базе широкоугольных камер. Это UVC 50-ая камера и UVC 40, на базе UVC 40, вот комплекта UVC 40. Ну, а 50-ая камера, у нее 5-кратный зум, поэтому ее желательно использовать для более глубоких помещений, где зум пригодится оптически. А широкоугольные камеры для помещений, которые более, больше широкие, чем глубокие. Чтобы все помещались в кадр. Ну, также конференция телефона используется, как вы видите. И управляется все в сенсорные панели, которые мы устроены. Ну, для компактных помещений здесь, наверное, большую роль, на первую роль выходит тоже цена, то есть экономичность решения, поэтому мы предлагаем решение уже на базе менее дорогой видеокамеры UVC 30, так называем комплект ZVC 30. Но, несмотря на то, что это все-таки бюджетное решение, тем не менее, у нее широкий угол, 120 градусов, и четкость 4К будет высокая, и достаточно интеллектуальная, то есть там поддерживается автокадрирование. Ну, понятно, что готовые решения, о которых я говорил раньше, они не всегда подходят под конкретные применения, под конкретные комнаты, всегда необходима какая-то адаптация, кастомизация, поэтому Ялин здесь предлагает дополнительные аудиоустройства, например. Это для маленьких помещений, это интегрированные вещи, спикерфоны, USB-видеобар в МС-40, а для больших помещений это массивы с широким углом захвата, настольный, как вы видите, V734, их можно также наращивать до шести штук в одной системе, потолочные микрофоны, удобно подвешивать на потолок, их до восьми штук можно включить в систему, и беспроводные, как я уже говорил, они более удобны для таких передвижных применений, то есть, когда необходимо перетаскивать микрофон с места на место, передавать, например, на выступление. ну и саундбары тоже можно наращивать, мощность одного саундбара 10 ватт, соответственно, до четырех штук, можно поднимать терминал и подключить. Хотелось бы остановить также, остановиться также на USB-видеобаре, это UVC-40, тем более, что вот это устройство, эта конструкция, оно будет также в перспективных изделиях, митинг-бар по 20-30. Как видите, это новая конструкция, она объединяет в себе микрофонный массив, видеокамеру, динамики, и вот в перспективных изделиях и еще и процессор будет внутри находиться. Вот. Ну, самое интересное здесь то, что используются интеллектуальные системы, искусственный интеллект, в частности, для реализации вот этих двух функций, автокадрирования и наведения на докладчик. Ну, автокадрирование иллюстрировано на рисунке слева, на двух рисунках слева, это наведение на группу лиц, то есть широкоугольная камера, она охватывает все помещение переговорной комнаты, определяет образы и по этим образом настраивает кадр таким образом, чтобы не оставалось пустых пространств, чтобы кадр наводился непосредственно вот на группу лиц, отрезая пустые пространства. А наведение на докладчике наводит кадр непосредственно на выступающего, на докладчике. при этом направление наведения этого кадра для наведения используется встроенный микрофонный массив, который позволяет определить направление, откуда идет голос и, соответственно, дистанцию до него, чтобы правильно навести на докладчике. Да, ну и еще интересная функция, это автоматическая шторка, которая автоматически закрывается, она, это уникальная функция сейчас на рынке, она автоматически закрывается в тех случаях, когда видеокамера не требуется, либо не используется, то есть, когда нету видеосеанса, либо когда участники опасаются там, что за ними будет висеть там несакцинированную слежку, то есть можно как бы закрыть камеру, что покажет, что камера закрыта и нет видеозахвата. У конкурентов преимуществов я бы выделил три основных момента решения Ялинк. Ну, во-первых, это все-таки решение от одного вендора, то есть полный комплект готов, включая мини-ПК, поставляется от одного вендора с единой гарантией, с единой технической поддержкой из одного окна, от одного прилавка и плюс гибкие варианты поставки, как я показал выше, то есть можно эти готовые решения наращивать, дополнять как вам угодно под определенные требования. Ялинк, второй момент, Ялинк большое внимание уделяет на эстетику оснащения переговорных комнат, на минимальные использования проводов, и максимальное использование беспроводных решений. Ну, в частности, о беспроводном микрофоне я уже говорил, про беспроводные устройства передачи контента скажу чуть дальше. Здесь вот обращу ваше внимание на то, что между зоной отображения, там, где, как правило, располагаются видеокамеры, мини-ПК, саундбар, и зоной рассадки участников конференции стола, где располагаются пользовательские устройства, микрофоны, спикерфоны, например, плашет управления, достаточно провести всего один кабель. Причем используется витая пара, то есть она достаточно гибкая, чтобы ее развести по кабель-каналам, достаточно длинная, до 40 метров, без дополнительного питания можно использовать, чтобы использовать в больших помещениях. И достаточно надежная, то есть, как вы знаете, пачкорды, они армируются надежными соединителями, даже 45, которые не выскакивают случайно. Ну и третий момент, я бы обратил внимание на интегрированность изделий, которые я им предлагаю, в частности, на конкретный телефон ТП-960, который интегрирует в себе и динамик, и микрофонный массив, и самая главная панель управления Zoom Rooms. По поводу 960-го, остановимся бы подробнее. Ну, вы, наверное, это знаете, встречались с этим устройством, с конференцией телефоном. Это достаточно популярное устройство. Его можно модернизировать для использования в решениях Zoom, достаточно просто, то есть, обновив программное обеспечение. В этом случае на сенсорную панель ставится приложение, появляется приложение Zoom Room Controller, которое позволяет управлять периферией и конференцией Zoom, созвать конференцию Zoom, присоединяться к ним, контент, например, передать, тоже кнопка там есть, запись включить. Ну, минимальный такой функционал управления, управления конференцией Zoom. При этом телефон, даже после модернизации в Zoom решения, в Zoom редакцию, он сохраняется в СИП-функциональности. И в режиме ожидания он может принимать и голосовые вызовы, СИП-вызовы, и Zoom в видеозвонке, и можно выбирать, в которых из них поучаствовать. То есть, отслеживает регистрации, обе регистрации на Zoom, и на PBX современно. И что интересно для Zoom, конструкция телефона еще поддерживает встроенный ультразвуковой датчик близкого взаимодействия. Что это такое? Да, он используется для передачи контента, для быстрой передачи контента в Zoom. А что это такое, я бы проиллюстрировал на следующем слайде. Это датчик, он позволяет, да, функция называется Zoom Proximity, что переводится как близость, как приближение. Датчик, который позволяет чувствовать другие приложения и устройства Zoom, которые находятся в непосредственной близости с ним. И, соответственно, после того, как они чувствуют друг друга, они могут использоваться совместно. То есть, они как бы спариваются и используются как единые системы. Это вот используется в частности для передачи контента, для быстрой беспроводной передачи контента на разрешениях Zoom. То есть, как только вы с ноутбуком либо со смартфоном, где стоит приложение Zoom, входите в переговорную с терминалом Zoom. Терминал Zoom чувствует, что вы пришли и нажимая кнопку «Расшарить контент» на вашем смартфоне либо ноутбуке, этот контент будет передаваться как контент этого терминала из этой переговорной комнаты. То есть, вам не нужно как бы подключать, кабель включать какой-то. Это все делается без проводов и автоматически. И эту функцию поддерживают все зубовские решения Ялинка. Видите, целую линейку, это и 300, и 800, и 600 модели, и перспективные митинг-бары А20-30. Ну, даже если этой функции у вас нет, либо на вашем ноутбуке нельзя поставить приложение Zoom, либо вы не хотите это ставить, либо это запрещено, то есть, какой-то секретный ноутбук, там, из него в интернете нельзя выйти, то даже в данном случае у вас есть возможность передать контент в решениях Zoom. Ну, самое простое это по проводу, то есть, либо HDMI, либо USB, и есть возможность без проводов передать. В этом случае вы в ноутбук вставляете адаптер WPP20, нажимаете кнопку, без установки приложения на ноутбук, контент передается на терминал и дальше конференцию можно демонстрировать. При этом до 4-х устройств может быть подключено, плюс провод, можете переключаться между все этими четырьмя, пятью уже участниками, без переключений демонстрировать контент и общаться с собой. Ну, и в заключение, наверное, скажу, наверное, тоже важный момент, особенно для тех пользователей, которые уже очень много купили устройства Ялинка и уже, как бы, ну, чувствуют затруднения в их администрации и в их пользовании. Так вот, Ялинк здесь предлагает решение так называемой Ялинк девайс менеджмент платформ. То есть все решения Ялинка поддерживают этот сервис. Этот сервис можно провести как публичный, так и себе купить сервер на свое пользование. Он позволяет удаленно администрировать все устройства Ялинка, включая зом-решение, включая USB-периферию, которая к нему подключена, пин-пк подключена, включая IP-телефоны и другие устройства Ялинка. То есть можно удаленно администрировать, обновлять конфигурации, настраивать, обновлять программное обеспечение, списки контактов там редактировать. Ну, как бы весь функционал удаленного администрирования здесь доступен. Ну, вкратце, наверное, все, я, наверное, передаю. Так, значит, посмотрим, у нас вопросы по мере поступления ответили на вопросы. Мы тогда с Артуром на несколько секунд покинем вещание и присоединятся мои коллеги Андрей Рентеев и Юрий Якушин. Всем добрый день. Коллеги, пока вы заканчиваете голосование и опрос, который мы запустили, мы перестаемся. Перед вами Андрей Рентеев. И Юрий Якушин, инженер техподдержки и пресейл по системам видеоконференц-связи. Давайте продолжим. Продукция Ялинк, про которую рассказывали мои коллеги, уже многие годы занимает ведущие позиции в России. Ялинк хорошо известен в России как бренд, представляющий системы ВКС и телефоны. но сегодня мы расскажем про другого вендора, про продукцию другого вендора компании Квибек, который пока что еще не так хорошо известен в России, но уже известен, реализовал много проектов о Западе. Компания Квибек основана в 2014 году, имеет два офиса. Главный офис центра разработки находится в Тайване, город Тайпэй Сити, там же находится производство, а второй офис находится в Силиконовой долине, в городе Фремонте, и поэтому часто мы говорим, что панельные компьютеры Квибек, они разработаны в Калифорнии, но собраны в Китае. Значит, компания Квибек существенную долю прибыли инвестирует в разработку новых продуктов, и в компании работает задействована опытная команда разработчиков, поэтому продукция Квибек отличается оригинальностью, и учитывается в продуктах желание заказчика, причем многие устройства, многие решения запатентованы, это обычно относится к системам бронирования. Я думаю, что Квибек все-таки предлагает промышленные решения для переговорных комнат, для компаний. Да, мы сейчас поговорим. Еще, что важно, продукция Квибек много раз, неоднократно побеждала в международном конкурсе дизайна AF Design Awards благодаря удобной эргономике, привлекательному внешнему виду и удобству использования устройств. Эта премия существует в 60-х годах и три года подряд компания Квибек занимает первые места. И также хотел сказать, что панельные компьютеры Квибек собираются на собственной фабрике, на собственном заводе из качественных компонентов. и продукция Квибека рассчитана на продолжительную работу 5-10 лет непрерывной эксплуатации. Производство сертифицировано по ISO 9001 и проходит обязательный контроль качества. И по данным вендора процент отказа меньше 1% первые три года эксплуатации. Если говорить про ассортимент, то основное продукция это панельные компьютеры, которые используются в различных приложениях Digital Signage, но чаще всего они применяются в системах бронирования рабочих мест и системах бронирования переговорных компаний. Также в ассортименте Квибека есть промышленные мини-ПК, рассчитанные на сложную эксплуатацию в расширенном диапазоне температур. также есть специальные хабы устройства, которые так называемые менеджеры занятости, которые определяют наличие людей и к ним можно подключать индикаторы для того, чтобы показывать занятость того или иного помещения. Также есть киоски и устраиванные компьютеры. Коллеги, хотел бы дополнить этот слайд. Про панельный ПК мы как раз продолжим рассказывать дальше. Мы представим модели, которые у нас в компании Кюбик имеются. Работают они под операционной системой Android. А также про мини-ПК, которые промышленные, про которые сказал Андрей, они тоже есть у нас модели как с Android, так и на операционной системе Windows. Они могут использоваться и для работы в том числе со Zoom и Digital Signage. Продукция Кюбик используют ведущие компании по всему миру, потому что устройства Кюбик надежные, качественные и рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации. Но основная тема нашей сегодняшней презентации это конкретная модель Кюбик TD1050 Pro Zoom, который может использоваться в качестве персонального терминала VKS Zoom. Я сначала хотел сказать, зачем вообще в принципе нужно персональное коммуникационное устройство. Потому что не секрет, что многие пользуются Zoom через свой смартфон либо ноутбук рабочий. Но при этом при использовании своего рабочего компьютера в качестве устройства для VKS могут возникать проблемы. Во-первых, вам может потребоваться установка каких-то приложений, может потребоваться обновление операционной системы, может потребоваться перезагрузка. И в этот момент вы не находитесь на связи. Вторая проблема то, что часто бывает у бухгалтеров, программистов, дизайнеров, когда вы не сохранили какой-то документ, не успели дописать до конца, вам позвонили, всплывающие окна и в этот документ потеряли. Поэтому мы настоятельно рекомендуем для профессионального использования использовать отдельные устройства коммуникационные для переговоров. Я бы хотел немножко дополнить слова Андрея. Данное решение лучше всего подходит, как мне. кажется, что не у всех есть два экрана у компьютеров, зачастую рабочее место сотрудника обеспечивается только ноутбуком с его устроенным экраном, и наличие выделенного планшета, у которого есть камера, у которого есть микрофоны и динамики, может позволить человеку продолжать свой рабочий процесс, не отрываясь от конференции Zoom. В принципе, он и так будет слышать, его будут слышать, его будут видеть, и он может не отрываться от рабочего процесса и беспокоиться о том, чтобы, во-первых, меньше нагружать его собственный компьютер, ну и он спокойно, у него руки свободные, экран полностью у ноутбука предоставлен для непосредственно работы. Да, я еще хотел сказать, что еще четвертый пункт, то, что наличие LED-индикатора. Это очень удобно, потому что либо ваши коллеги в OpenSpace офисе, либо, если вы работаете с домашими, домашние, сразу видят, что вы сейчас разговариваете, участвуете в конференции и не отвлекают вас. В чем особенность компьютера Qubik CD1050 Pro Zoom? Дело в том, что у него сразу по умолчанию стоит приложение Zoom Meetings. Оно запускается сразу при включении, и вам достаточно просто ввести ваш логин и пароль к учетной записи, и вы сразу можете участвовать в конференции, собирать встречи. И что-то также важно, вот в этой комплектации имеет специальная трехпозиционная подставка, которая позволяет удобно установить компьютер на столе и отрегулировать угол, который будет удобен вам в зависимости от высоты стола и от высоты вашего кресла. Что также важно, компьютеру CD1050 Pro Zoom можно подключить практически любую гарнитуру. Это могут быть и простые наушники 3,5 мм, это может быть и профессиональная гарнитура USB. Мы тестировали с E-Link и BT, но с другими производителями, ведущими также компьютер может работать. И что удобно, гарнитура автоматически определяется при подключении, автоматически подхватывается звук, не требует таких дополнительных настроек. Немножко по LED-индикаторам есть три типа индикации. Зеленый означает, что вы готовы к разговору, но вы сейчас свободны. Красный означает, что проходит собрание, статус собрания и устройство находится в конференции, в разговоре. Да, и лучше сейчас не отвлекать вас. И синий индикатор именно на передней панели показывает, что у вас имеются непрочитанные сообщения. Очень быстро нас часто спрашивают про то, чем эта версия компьютера 1050 Pro Zoom отличается от обычной стандартной версии панельного компьютера. И первое, что все сразу видят, замечают, это цена. Дело в том, что компания Zoom датирует производство данной модели, и поэтому на него ниже цена. но при этом у данной версии компьютера нет некоторых функций, которые не нужны по большому счету для собрания Zoom. Но зато уже имеется предусловленное приложение Zoom Meetings и также имеется удобная настольная подставка, в то время как обычную версию, в обычной версии нужно эту подставку докупать. Второй возможный сценарий использования компьютера QEBEC D1050 Pro Zoom это возможность управлять групповой системой VKS Zoom Rooms. Сразу вам скажу, что для этого потребуется установить специальное программное обеспечение. То есть по умолчанию стоит ПО Zoom Meetings, а для того, чтобы перевести панельный компьютер в режим Zoom Rooms, надо с сайта IP-матика скачать необходимое ПО, оно там выложено в открытом доступе. Это ПО надо установить либо через специальную программу Remote Configuration Center, либо через USB-флешку. И при первом запуске необходимо провести сопряжение с терминалом VKS через токен. Да, совершенно верно. И как раз-ки дальше у нас будет часть предназначенная для демонстрации, где я вживую покажу пример, как QEBEC работает в режиме управления конференцией, собственно, как раз которые режимы сейчас демонстрируются на экране, мы покажем, как это выглядит вживую. Да, смотрите, при установке ПО предлагается выбор, как сценария, как вы будете использовать данный планшетный компьютер, либо как система управления Zoom Rooms, переговорная комната, фактически устройство VKS, либо вы можете выбрать режим Zoom Calendar, то есть для отображения статуса встреч, расписания встреч, и в этом случае предполагается, что данный планшетный компьютер будет висеть где-то возле входа в переговорную комнату. Чтобы сотрудники, которые бы подходили к этой переговорной комнате, они уже сразу видели, заняты и свободны, и не пытались условно в ее войти, когда уже идет конференция. Если вы выбираете режим именно Zoom Rooms, то вот те функции, которыми вы можете управлять, и Юрий сейчас пойдет вам это все покажет и продемонстрирует. А пока Юрий готовится к демонстрации, я хотел сказать напоследок то, что вот на этом слайде вы видите все решения для Zoom, которые предлагает компания IPMATIC, и групповые, и для больших переговорных, для малых переговорных, и решение Клюбик T1050 Pro Zoom он занял нишу именно персональных систем для видеоконференции связи Zoom. Я бы хотел прокомментировать дополнительно немного, то есть Артур ранее показывал подобные слайды, где в качестве персональных устройств была условно USB-периферия в лице USB-камер, USB-гарнитур, спикерфонов, также сюда мы можем предложить установить панельный персональный компьютер от компании Клюбик, которому тоже можно подключить USB-гарнитуру для того, чтобы оно через нее общаться больше персонализировано, если это, например, какой-то open space. а также мы не сказали такой важный момент, что вот этот компьютер он питается попоем, то есть у него нет устроенного аккумулятора, и это как раз один из пунктов того, что это устройство надежное, и у нее долгий строй гарантии. Коллеги, я сейчас пойду, перейду к части как раз к демонстрации. Добрый день, коллеги, я сейчас нахожусь в комнате специальной, которая подготовлена у нас для демонстрации решения ZoomRooms в нашем демонстрационном зале. Сейчас попаду еще в кадр, чтобы меня было видно. Здесь у нас представлено один из моделей от компании Ялинка для участия в видеоконференциях от компании Zoom. Здесь представлен комплект с USB-камерой USB-80, вы ее можете видеть сверху на экране. Также обязательным элементом данной схемы, что идет в комплекте, это персональный компьютер, это конференц-телефон, который используется не только как микрофон, динамик, а также используется еще как система управления. И панельный персональный компьютер от компании Кубик. Как раз к 10.50, про который мы говорили ранее. Также в зависимости от комплекта он может комплектоваться дополнительными беспроводными микрофонами. Про работу микрофонов я поговорю чуть позднее, предимослил эту работу. А также устройством для проводного и беспроводного передачи контента. У Zoom есть собственное решение, у Ялинка есть тоже свое решение беспроводное при помощи дополнительных устройств. А также есть возможность и проводное подключение контента. Это если в тех случаях, если в компании условно запрещены беспроводные технологии. Я сейчас крупным планом выделю и хотел еще прокомментировать следующий момент. персональный компьютер специально подготовлен для работы с Zoom. Как вы видите, на экране, подключенном персональному компьютеру, отображается надпись Zoom, то есть брендированный интерфейс, отображаемый на экране, где мы видим название нашей переговорной комнаты и, соответственно, события, точнее, действия, которые мы должны сделать, чтобы начать участвовать в конференции. Сейчас крупным планом для вас выделю изображение с экрана конференции телефона и клипика. Соответственно, что мы видим на экране? На экране конференции телефона мы видим следующее. Мы можем начать конференцию самостоятельно и, соответственно, увидим записную книгу и мы можем из этой записной книги сразу пригласить нужных нам человек и создать эту конференцию. Я для удобства приглашать никого не буду и просто буду являться единственным участником конференции. У нас есть возможность управления микрофоном, причем, как вы можете заметить, световой индикатор на микрофоне меняется автоматически. Также и на дополнительных подключенных микрофонов автоматически меняется, то есть это все синхронизировано. Я сейчас включу, все микрофоны включились. Можно управлять камерой, а именно передавать видеоизображение или остановить передачу видео. Есть кнопка активации демонстрации экрана, точнее, это будет проводной либо беспроводной источник видео, и как раз это и показатель группового использования, то есть здесь используется не обычный программный клиент от Zoom, а именно ZoomRoom, который предначен именно для группового использования. Также мы можем управлять камерой, соответственно, управлять и вверх, вниз, и у нас есть, что немаловажное, это активации до трех пресетов. Мы можем предварительно на камере настроить три позиции и во время конференции ими активно пользоваться. Не только вручную и при помощи пульта ADU настраивать положение камеры, но и уже предварительно настроенными. У нас есть возможность перейти на второй экран, где мы видим информацию о подключении, мы можем увидеть участников и будучи организатором этой конференции, этой конференции, этими участниками мы можем управлять микрофоном, управлять передачей видео, а также управление залом ожидания. Мы можем изменять раскладку, как мы будем видеть на одном экране либо на двух экранах, поддерживается и работа с двумя экранами. Возможность включения записи конференций, а также управления чатом, то есть здесь на экране конференции телефона будет еще чат отображаться, можно настроить так, чтобы чат еще выводился на экран ЖК-панели. Как вы могли заметить, когда я начал конференцию, экран на Qubic 1050 тоже изменился, они на самом деле работают синхронно, например, я выключаю здесь микрофон, иконка выключенного микрофона отображается здесь, это нам позволяет, например, если у нас большой какой-то стол, то мы можем установить несколько персональных кубиков и с них управлять конференцией. Благодаря тому, что у кубика больше экран, здесь все-таки 10 дюймов, у 960 конференций телефонов всего 5 дюймов, здесь уже сразу на одном экране доступны все эти возможности, о которых я говорил ранее, в частности, и управление камерой, активацией пресетов, также есть управление громкостью при помощи ползунка. На самом конференции телефоне тоже можно управлять громкостью, для этого у него есть сенсорные кнопки. Здесь Qubi как раз-таки работает в режиме управления так называемого контроллера, также здесь есть элемент настроек, то есть можно поменять источник захвата звука, источник вывода звука, камеру, и можно перейти в другой режим работы, в том плане, что, как показывал Андрей на слайдах, он может работать как контроллер и как календарь. Для этого есть специальная кнопка «Перейти в режим календаря». У меня для этого специально подготовлен отдельный панельный ПК, я сейчас выберу другую камеру и продемонстрирую. Соответственно, это новый персональный компьютер, это у нас 1060, он попроще несколько, у него нету камеры и динамиков, у него большой сенсорный LED-индикатор сверху, а не снизу, как у 1050. И, соответственно, я сейчас начинаю конференцию для того, чтобы отобразилась занятость. Я создал конференцию, и, как вы можете заметить, на экране сразу, во-первых, появился сообщение «занято» на красном фоне и изменился индикатор питания сверху, он стал красным, как раз со светодиодом. Ввиду того, что у нас он не подключен к календарной системе, по центру видно сообщение о том, что нет подключения к календарной системе, а если его подключить, то там будет предстоящее событие отображаться, и важно стоит отметить, что это просто отображение информации с него забронировать либо создать конференцию нельзя. Создание управления всей конференции осуществляется с контроллера, который может уступать кубик, но его нужно перенастроить на этот режим работы, либо с конференции телефона. Я завершаю конференцию, я ее завершил, и, как можете заметить, у него сразу же поменялся, опять же, состояние на доступно и изменился цветовой индикатор LED сверху. Собственно, на этом демонстрация работы закончилась, если есть вопросы, то их задавайте, опять же, у нас этот комплект представлен в демо-комнате, которую вы можете записаться, посетить. Коллеги, спасибо, я сейчас звук у себя выключу и посмотрю чат, если будут какие-то вопросы, ответим. Я вижу, что уже в чате Михаил ответил на пару вопросов, вижу вопрос от Артура Устинова, меня интересует все-таки камера на ПК 8 мегапикселей, как картинка с нее выглядит, можете показать. К сожалению, прямо в текущий момент мы показать, конечно, ее не можем, вы можете написать по контактам нам, и мы, соответственно, просто делаем криншот с экрана и продемонстрируем вам работу камеры. Фотографируем, да, какие-то предметы, это правильно. Вижу вопрос, вот повторите, пожалуйста, если упустил, какие лицензии Zoom входят в состав комплектов. Я понимаю, что это вопрос по комплектам E-Aline Zoom Room. В состав входят лицензии, доступные, точнее, для конечных устройств, и единственное, для того, чтобы устройство работало с серверной платформой Zoom Room, нужна лицензия Zoom Room со стороны сервера. Эту лицензию Zoom Room можно приобретать, она в количестве одной штуки на устройство, и ее можно приобрести только на платных аккаунтах, платных тарифах Zoom. Насколько я помню, это от профессионального, потому что он стартовый, насколько я и знаю. Если с нами еще Андрей Петренко, если есть, пожалуйста, ответьте на вопрос. Если я вдруг сказал что-то неправильное. Да, кстати, пока вы пишете ваши вопросы, сказать, что вы на экране сейчас видите города, где присутствуют наши офисы и контакты, если есть какие-то вопросы, всегда можете туда обращаться, звонить, писать и приходить в гости. Также мы ведем вещание из нашей демо-комнаты, демо-рум IP-матики, которая расположена в Москве. И здесь представлены разные образцы оборудования, как ВКС, так и по телефонии и по системам бронирования. Записывайтесь на demoipmatica.ru и приходите в гости. Вижу вопрос, поддерживает ли CP960 возможность подключения к нему второй пары беспроводных микрофонов? К сожалению, нет. CP960 и конференц-телефон работает только с одной парой беспроводных микрофонов CPW90. Это никак увеличить нельзя. Если мы говорим об универсальных решениях, где используются USB-камеры, то у нас есть камера UVC40, это видеобар, то к нему можно отдельно напрямую подключить до четырех, то есть две пары беспроводных микрофонов в CPW90. CPW90 напрямую к компьютеру, к сожалению, не подключаются. Они работают и взаимодействуют только с устройствами диалинга в виде терминалов и USB-камер. При таком подключении будет работать только микрофонный либо только CP960. Не очень понял, если мы, как я показывал из гамазала, у нас CP960 работает совместно с подключенным к нему CPW90. Если мы говорим о том, чтобы подключить отдельно четыре беспроводных микрофона и CP960 для управления камерой, то да, вы правы. Надо будет выбрать, что будет являться источником захвата звука. Это будет либо конференц-телефон, либо внешние беспроводные микрофоны. То есть для устройства это будет две разные линии. Они совместно не работают. Коллеги, еще раз благодарим за посещение нашего онлайн-мероприятия. Рады были всех вас видеть. Сегодня у нас было, кстати, больше 30 человек. Всем вам большое огромное спасибо за участие. Подписывайтесь на наши новости, на наши каналы, на YouTube, на Facebook. Будем рады вас видеть на наших следующих мероприятиях, на наших следующих встреч. До скорых встреч. Хорошей недели. субтитры субтитры субтитры